Два раза в год на маленьком острове Мэйн, расположенном посредине Ирландского моря, проводятся одни из самых протяженных и самых опасных шоссейно-кольцевых гонок. Сам остров, чуть более 50 км в длину и 25 км в ширину, отдает свою большую часть для проведения этих соревнований. Трасса гонки, которую чаще называют «горный курс», пролегает по дорогам общего пользования, перекрытых на время проведения гонок. Горный курс проходит через города и поселки, поля и фермы, поднимается более чем на 400 метров над уровнем моря, витая между горных пейзажей и спускается длинными скоростными участками обратно к линии старта. Каждая гонка включает в себя разное количество кругов в зависимости от типа мотоцикла и класса гонщиков. Неизменным остается лишь захватывающая красота самого горного курса и восхищением мужеством и риском спортсменов, которые отважились оставить современные спортивные мототреки с оборудованными безопасными зонами вылета, с экипированными спасателями, способными мгновенно реагировать на любые непредвиденные ситуации. Гонки TT проводятся в конце мая, начале июня. В конце августа проводятся гонки MGP. Основное отличие гонок MGP от гонок TT это то, что проводится отдельная гонка для новичков и то, что в программе отсутствует соревнование мотоциклов с колясками, так называемые сайдкары. Подобные гонки проводятся и в Европе, и в Азии, но гонка на острове Мэн отличается степенью напряженности из-за продолжительности и непредсказуемости трассы. Всемирный интерес к этим гонкам добрался и до России. Еще в 1913 году в гонках сеньор TT участвовал спортсмен из царской России Борис Кремлев, который принял участие в гонках в составе британской команды РУЧ. Но, к сожалению, он так и не смог достигнуть финиша из-за поломки мотоцикла. Еще известно, что в 70-х годах на острове проводилась обкатка советского мотоцикла «Восток». Многие российские болельщики, следящие за гонками острова Мэн, на протяжении многих лет искренне болели за лучших гонщиков из других стран. И, конечно, неожиданностью для многих стало, что впервые на острове Мэн может появиться российский гонщик. Меня зовут Краснюк Данила. Питер – это мой дом, я здесь живу. Это мой друг Николай Языков. Хозяин лучшей в Питере кастом-мастерской. Скромненько. Коля мой друг, я его знаю очень давно. Первый свой спортивный мотоцикл я приобрел именно с помощью Николая. У меня было много разных мотоциклов, и дорожных, и полуспортивных, и спорттуристов. У меня было два мотоцикла «Хонда Блэкбёрд». В 2013 году я даже не думал про гонки. Я не планировал никакие гонки. У меня была своя жизнь, свои занятия какие-то, свои интересы, абсолютно не связанные со спортом. Как-то я приехал к Николаю сюда, в мастерскую. Коля говорит, вон, смотри, «Хонда 600-ка валяется, битая с Италии». Говорит, «Данек, ты соберешь, я знаю, вот возьми себе». Это спортивный мотоцикл «Хонда Сибиро 600 РР, 2003 год». Да. Я его собрал сначала просто в город. Катался какое-то время тут. У нас есть общий знакомый, Ваня. Он узнал, что у меня «Хонда 600-ка». Говорит, а что ты это самое по городу гоняешь? Вон там в Шушарах трек. Съезди, попробуй. И я поехал на трек, съездил, посмотрел на все это и сразу же влюбился в гонки. Меня это очень затянуло. Но я понял, что без какой-то подготовки, даже минимальной, ничего там не получится, потому что скорости большие, мотоцикл надо уметь управлять. Управляется он по-другому совершенно на треке. Я записался к тренеру, позанимался на площадке и после этого стал заниматься уже спортом на треке. На самом деле, Даня молодец, что все это делает. Потому что я говорю, что такие темы не всем дано, при том, что такое упорство. У многих есть все, они ничего не хотят. А у человека, допустим, что-то не хватает, но вот он может. Может своим упорством. Сколько знаю, Даня пытается на 99% сделать все правильно и точно и доделать. То же самое с этим островом. Я уверен, что как бы мысль зародилась случайно, но видишь, к чему пришло, что ты сделал. Независимо от того, что там не было ресурсов каких-то, времени, работа, семья. Все это достойно уважения. Такого прям человек берет и делает. Не то, что современность, конечно, все бла-бла-бла и ничего. Про гонки ТТ я услышал от своего друга Глеба Лазутина, который интересуется этим с раннего детства. У меня была Хонда и у Глеба была Хонда, который катался на этом треке с 2010 года. И мне сказали, что вот именно у этого чувака есть варианты, где взять спортивные запчасти мотоцикла. Где купить к нему глушитель прямоточный, мозги и все остальное тюнинг, который нужен для трека. И поскольку Глеб этим увлечен очень, он меня просто сразу вообще заразил этими гонками. Но он досконально изучает вопрос, в любом своем увлечении разбирается полностью. Да, конечно, мы больше, чем друзья. Я Глебу доверяю свою жизнь в очень многих моментах в плане подготовки даже мотоцикла. Он многое делает. Ну, невозможно все делать одному. Какие-то вещи я должен контролировать и делаю это, а какие-то делает Глеб. Я знаю, что ничего там не развалится никогда, потому что Глеб сделал. И он мне начал рассказывать про гонки. Увлечение шоссе на критическими гонками у меня началось в 2005 году. Никакой информации особенно не было, потому что не было у меня ни компьютера, ни интернета, ничего. Просто стал интересоваться. Я собирал всякие вырезки, фотографии из газет, журналов. И где-то параллельно с этим, ну, наверное, в 2005 году, приобрел DVD-диск, онбайк и ТТ-99-2000. Там рассказывалось про соревнования «Норстрингмен» и «Нордвиз-200». Вот меня это очень впечатлило и поразило. Так я стал параллельно интересоваться гонками «Норстрингмен». Я решил создать группу, посвященную чисто дорожным гонкам, в частности, гонкам «Норстрингмен», чтобы у людей появилась какая-то заинтересованность, осведомленность информации, что это такое, чтобы любой человек мог найти интересующую для себя информацию. Я создал ее в 2009 году, и сейчас, спустя 10 лет, там 8 тысяч участников. Он знает все, кто там участвует, какое время, круга, все, все, все нюансы. Я не знаю, откуда обычный человек может знать столько про это. Благодаря увлечению знаниям Глеба, Данила впервые узнал и про остров, и про его знаменитую гонку. Они вместе потратили много времени, чтобы подготовиться к участию. Многие не верили, что такое возможно реализовать без специальных знакомств и состоятельных спонсоров. Искра, промелькнувшая в глазах Данила еще в 2015 году, благодаря рассказам Глеба, смогла зажечь не только многих друзей и родственников, но и совершенно незнакомых и далеких от мотогонок людей, но впоследствии ставших частью исторического события. Я говорю, Глеб, давай подумаем, сколько надо тренироваться. Он говорит, давай, давай попробуем. Это в 2015 году было, это я первый год на треке. И начали сидеть в компьютере, так, сколько там стоит паром, сколько там ехать на машине с прицепом, сколько это стоит бензина. Что-то мы все это посмотрели, посчитали, не зная ничего вообще про это. Мы так примерно посчитали дорогу, примерно посчитали, сколько стоит участие. Короче, у нас получилась цифра вообще неверная. И мы решили, что у нас нет таких денег, мы не можем это сделать сейчас вообще никак. И отказались от этой идеи на несколько лет. С помощью настойчивого поиска информации в интернете, переписки с гонщиками из других стран, многие темные пятна начали постепенно проясняться. На следующий год, в 2017 году, мысль про остров Мэн, она вернулась. В принципе, мы можем попробовать свои силы, и не только в России. Мы начали искать, то есть чемпионаты, еще куда можно поехать. Нашли чемпионат при Балтике. В 2018 году мы начали готовиться к поездкам на ТТ. Для этого нужны результаты дорожных гонок, либо гонок, как здесь говорят, короткие кольца. Но все гонки должны иметь определенные минимальные критерии проходные. Несмотря на огромный риск, эта трасса как магнитом притягивает десятки знаменитых гонщиков, сотни начинающих спортсменов и десятки тысяч зрителей. Судя по ежегодно растущему интересу к этим соревнованиям, количество желающих принять участие постоянно увеличивается. Но чтобы участвовать в гонках на горном курсе, нужно иметь хорошие результаты как минимум с шести предыдущих национальных или международных соревнований. Кроме этого, необходимо пройти специальный подготовительный тренинг по горному курсу в конце марта, который называется Mike Hellwood Weekend, чтобы получить специальную горную лицензию ACU. ACU – организация, основанная в 1903 году как отделение Королевского автомобильного клуба для развития и контроля над авто- и мотоспортом. Ему нужно получить специальную лицензию горного курса, чтобы участвовать в этих гонках, которые выдает ACU. Изучив регламент соревнований MGP, Данила решил, что у него есть шанс попасть на остров Мэн, понимая, что предстоит большая подготовительная работа. Даниле предстояло предъявить результаты соревнований за два года. Это одно из важнейших требований для прохождения квалификационного отбора, необходимое для получения специальной лицензии горного курса. Подготовка началась в конце 2017 года. Команде предстояло параллельно с российскими чемпионатами участие в соревнованиях Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии. Однако не было никакой уверенности, что Данила получит допуск к соревнованиям в 2019 году, так как организаторы не были готовы сразу отвечать на возникающие вопросы, связанные с участием российского спортсмена. И заранее невозможно было предсказать, сколько задач придется решать российской команде. Я думаю, уже слишком поздно, чтобы ему попасть на этот уикенд, потому что ему нужны лучшие результаты до того, как мы дадим согласие. Если он не приедет на этот уикенд, у него не будет возможности подать заявку на гонки в этом году. Что мы делаем? Мы никогда не скажем «нет». Мы говорим «пройдите еще несколько гонок и возвращайтесь, чтобы попробовать снова в следующем году». Только спустя год стало понятно, что если бы команда не получила возможность пройти все тренинги в 2019 году, то перенести результаты на следующий 2020 год не имело никакого смысла. Тогда никто не мог предположить, что грядет отмена всех гонок из-за пандемии. Возможно, интуиция и природный энтузиазм Данилы вдохновлял всех участников команды, и каждый старался помочь любой ценой попасть на гонку именно в 2019 году. Организаторы во всем старались идти навстречу, но иногда было очень трудно своевременно согласовать все спорные вопросы. После долгих обсуждений и поиска подходящего решения, команде из России предоставили возможность пройти обучение на Майк Хиллот Укенд в марте 2019 года. Что вы еще можете сделать? Это приехать сюда и проехать по горному курсу положенные шесть кругов. Наши девушки организуют машины и водители инструкторов. И Данила приедет сюда и проедет вместе с ними все круги и выучит основы. Наши водители подпишут ему каждый круг, подтверждая, что и они довольны, и он понимает нюансы трассы. Затем необходимо было срочно организовать получение британских виз и лететь на обучение на Майк Хиллот Уикенд. Благодаря тому, что команда уже участвовала в международных соревнованиях, все необходимые разрешения и документы были получены в срок. Температура как в Питере в конце сентября примерно. Ну, у нас обычно с такой погодой заканчивается чемпионат Санкт-Петербурга. Очень хочется стартануть вот здесь и финишировать. Должно все получиться, я думаю. Всех новичков разбивают на группы по 20-25 человек. Ты еще на круг поедешь? Ну, надо ехать, да, сейчас вот с ребятами поеду. Ну, чтобы времени не тратить. Подписал? Да, подписал. Второй кружок. Гарантий для участия в гонке нет, даже после прохождения обучения на Майк Хиллот Уикенд. Получить допуск гонки удается не всем, даже имея неограниченный бюджет. 60 новичков подали заявки, и 30 из них недостаточно подготовлены. Таким образом, у нас остается 30. Максимум будет 45 новичков. Половине мы отказали, потому что у них нет опыта или хороших результатов. В настоящий момент, на этот уикенд, у нас всего 33-34 участника. У нас зарегистрировано 84 заявки на 600-кубовую гонку юниоров, а было подано 127 заявок от гонщиков. Два года назад у нас было 184 заявки. Это очень популярная гонка. Данила должен понимать, вы все должны понимать, что из всех этих людей мы можем принять только 80 участников на эту гонку. Поэтому мы отберем 80 лучших. Главное, в чем я сейчас помогаю вам и помогаю Даниле, мы не хотим, чтобы он приехал на гонки, и у него не будет возможности участвовать в них. Первое, что ты видишь, когда сюда попадаешь, это просто невероятной красоты природу, горные ущелья, леса, серпантины, перепад высот. А второе, это то, что ты попадаешь в среду, где люди, живущие здесь, они так или иначе либо имеют отношение к гонкам, либо они гонщики. Это, может быть, даже как-то немного по-детски выглядит для нас, но все здесь к этому относятся серьезно. Это очень актуальная тема. Это очень актуальная тема. КОНЕЦ Длина одного круга горного курса составляет чуть более 60 км. Средняя скорость круга приближается к отметке в 210 км в час. Максимальная скорость на прямых участках – около 340 км в час. Трасса содержит более 250 поворотов, резких и плавных подъемов и спусков с естественными трамплинами. Большинство поворотов из-за ограниченной видимости ландшафта, холмов, горы, перепада высот не имеют четких точек ориентира для входа в повороты. Именно поэтому гонщикам и проводят специальный тренинг, чтобы познакомить их со всеми нюансами горного курса и рассказать подробно, где находятся метки-подсказки. Дорожные знаки, столбики с цифрами, деревья с отметками или яркие фасады домов. Эти метки помогают сориентироваться на огромной скорости, чтобы успеть выполнить руление, переключиться на нужную передачу и безопасно пройти участок. Среди тех людей, которые были со мной на обучении и давали какие-то рекомендации касаемо каких-то особенностей трассы. Например, поворотов, где с деревьев стекает вода, поэтому надо выходить ближе к апексу и ближе к внутренней части. То есть нужно повороты корректировать, не используя всю ширину трасс, как делается в других местах. Поэтому нужно очень много раз проехать по всем участкам горного курса, чтобы запомнить и привыкнуть видеть эти подсказки. Многие гонщики все свободное время тратят на просмотр записанного видео санбордов, чтобы запомнить трассу, проанализировать настройки и прочие характеристики своего мотоцикла. Вот это на самом деле страшный поворот тоже, потому что он идет вниз с опуском, и тебя в таком наклоне дорога просто уходит. Непредсказуемость гонки зависит не только от погоды и состояния дорожного полотна, но и большой вероятностью попадания на трассу птиц и животных. Для этого перед стартом каждой гонки один круг совершают опытные маршалы на автомобилях и мотоциклах, чтобы проверить безопасность трассы. Прежде всего надо все-таки получить лицензию. Для того, чтобы мне ее получить, мне требуется до конца июня еще две гонки. Опять отгон в том же месте. Итак, второе место. Граждан Гарива. Я рассказывал про этого человека. Уже он следит за происходящим в мире мотоспорта. А это уже знает, что это наш первый российский пилот, который вот без пяти минут прошел все согласования, получил все лицензии, съездил уже предварительно на просмотры, на отборы, на медитарную гонку, остров Пэн. Гонка очень достаточно опасная, интересная. Это нереально крутое зрелище. Все, кому интересно, я очень рекомендую доехать и посмотреть. Также Данила участвовал в гонках в городе Иматр. Вот такой у нас Данила Костюк. Аплодисменты. Второе место. После прохождения тренинга на Mike Hellwood Weekend необходимо было найти страховую компанию, которая смогла бы застраховать Данилу для участия в гонках МГП. Максимальный лимит страховых выплат в России намного меньше требуемого регламентом соревнований МГП. И казалось, что команда опять столкнулась с непреодолимым препятствием. Было потрачено очень много времени для поиска такого страхового брокера, который смог бы найти оптимальное решение и согласовать все требования организаторов соревнований. Подготовка к этой гонке была немоверно сложной, немоверно энергозапратной по всем направлениям. Нюанс заключался в том, что покрытие было 185 тысяч евро, и ни одна страховая компания не соглашалась на такой договор. По причине того, что большие риски и суммы немалые. Без этой страховки тебя никто не допустит до соревнований. Даже сами организаторы, Петер Мэддек, это директор гонки, он говорит, что с этой проблемой по страховке сталкиваются не только россияне, а еще и граждане из других стран, которым отказывают в таких страховых лимитах. Работали мы над этим договором приблизительно 4 месяца. В итоге, совместными усилиями, совместно с организаторами, у нас получился продукт, и мы выполнили поставленную задачу. Не всегда интересно и приятно поддерживать людей, которые мы не скипали. Параллельно с этим нужно было подготовить мотоцикл по специальному техническому регламенту, который существенно отличается от обычных гоночных технических требований. Мотор был разоблран полностью до болта. Были сняты с него абсолютно все элементы, все, что можно было от мотора открутить, было снято и отдефектовано. Вообще, у нас не было изначально даже регламента соревнований 2019 года. Мы когда готовились к гонке, у нас был регламент 2017 года. Там 70 страниц. Я, короче, сидел реально месяц с этим текстом. Я его переводил к углам и потом редачил. После этого выяснилось целый ряд вопросов, который для нас был абсолютно неизвестным и новым. В том числе лицензии, в том числе страховки, в том числе средняя скорость гонки. У нас таких нет понятий. У нас есть понятие только время, круга. Пока мы во всем этом разобрались, спрашивать-то некого. Нет ни одного человека, кто тебе может объяснить вообще, что это все значит. Ни одного россиянина, кто тебе по полочку расскажет. Это так, так и вот так. В технической части подготовки мотоцикла есть много особенностей, связанных с длиной трассы. Это и увеличение объема бака до 24 литров, с учетом того, чтобы одного бака гарантированно хватило на два круга. Обязательный контраж практически всего крепежа. В отдельных случаях необходим контраж контража. Перед каждым выездом на трассу мотоцикл проходит технический контроль. И после подтверждения его соответствия и получения новой наклейки, он выставляется в закрытую зону, где разрешена только заправка топливом. 18 литров, 12 литров. 44 фунта стоило для нашей бакатушки сегодняшней. Это 4 горных круга. Ну и соответственно мы что-то считали. 12 фунтов круг. Дороги общего пользования далеки от идеального качества трекового полотна. И здесь тоже очень важно увидеть особенности каждого участка трети трассы. Также есть очень много специфичных и присущих только этой трассе нюансов, связанных с природой, погодой и ландшафтом. Это Марк, наш новый друг. Некоторые гонщики специально приезжают на остров, загружая мотоцикл в свои или арендованные трейлеры и живут прямо в своих фургонах, продолжая изучать трассу. Один байк или два. Вверху пространство для сна. И здесь еще столики и кровать. Ты говоришь, что тебе нравится твой фургон? О, я обожаю его. На изучение горного курса требуется несколько лет. Причем даже опытные гонщики не прекращают его изучение. Некоторые просто берут в аренду автомобиль и колесят по горному курсу часами напролет. Вот вы можете видеть. Долго-долго ждешь. Еще нет. Сейчас. Вот входишь и готово. Если ты начнешь слишком рано, то вылетишь из поворота. Меня зовут Карстен Свенсен. Я из Дании. Я был новичком на MGP в 2016 году. И гоняю уже три года. Это был мой первый опыт в дорожной гонках. До этого я гонял только на коротких треках в Дании, Германии и Нидерландах. В этих странах есть только короткие треки. Думаю, многие парни – это обычные ребята, у которых есть мечта всей жизни попасть сюда и прокатиться. Со всего мира сюда приезжают. У меня это тоже была мечта всей жизни – попробовать этот трек. Конечно, это опасно. Но ты можешь попробовать, насколько быстро ты можешь ездить. Я хотел бы, чтобы больше ребят приезжало сюда и пробовали свои силы. Это неплохо, это очень кайфово. Даже если ты обычный парень, это не проблема, так что кайфуй. Думаю, что лучшее, что мне посоветовали топовые гонщики, что первые круги надо ехать медленно. Не обгонять никого и ехать пока как ты можешь. Надо почувствовать, как ты проходишь повороты. Сначала медленно. Потрать необходимое время. Выучить трек. Выучи сначала самые опасные места, затем самые быстрые. Это мой совет новичкам. Это брелок с моим именем и персональным номером. Если что-то произойдет, то можно будет понять, что ты – это ты. Моя мечта на этом треке довольно простая – выйти из 20 минут за кругом. Это моя мечта. Примерно за месяц до гонок информация об участии первого российского гонщика на острове Мэн уже стала распространяться среди мотолюбителей. Но до последнего не было уверенности, что Данилу допустят гонкам. Были организованы дополнительные встречи и брифинги, написаны сотни писем, пройдены десятки согласований, и после получения всех лицензий и страховок был получен долгожданный допуск гонки всего за неделю до выезда. Составление маршрута поездки и укомплектование всем необходимым каждый день продумывался до мелочей. Генератор нам придется везти, да? Генератор придется везти. И его еще придется где-то найти. Или купить. Общий пробег поездки составил более 7 тысяч километров по суше и около 320 километров по морю на паромах в обе стороны. Места ночевок, пути, бронировали по ситуации. Когда мы планировали вообще все это путешествие, мы думаем, ладно, один денек возьмем на запас. Одного дня уж точно хватит с головой. И еле-еле вообще успели на паром и на все. Проехали, не знаю, давайте вместе считать, сколько стран. Беларусь, Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция. После Франции паром. Великобритания вся. Потом второй паром из Хейшема до Дугласа и Остров Мэн. 7 стран за 4 дня. Приезда. Как добрались? Ой, тяжело. Тяжело? Это пятая ночь была сейчас в пути. Подъезжали когда к Кале. Мы думали, что еще не начались даже гонки. А у нас уже впечатлений столько, что за полгода не рассказать. А еще даже мы даже еще не пересекли Ла-Ман. Потом как-то вообще все очень время быстро побежало. Но когда пересекли уже, на пароме переехали в Дувр. Выезжаем. Ну, вроде все сначала нормально, нормально. Едем по какой-то площадке. А потом просто все начинается. Первым перекрестком был круг, по которому надо было налево ехать. Это было вообще что-то. Сложности возникали только на круговых, в основном, перекрестках. Приходится по двум навигаторам ехать. По оффлайн-картам, по онлайн-картам. И еще по знакам. И все это одновременно надо делать. В потоке, при движении в дождь. Сзади машины едут. Мозги не сразу перестраиваются на левосторонние. Особенно после длительной поездки. Начинаешь тупить. И надо быть очень аккуратным. Поездка занимает довольно много времени. У нас она, по нашим расчетам, занимает около месяца. Это от начала сборов до того, как ты поехал. Поучаствовал в гонках, которые идут две недели. Включая практики, квалификации и гонки. И дорогу обратно. Включая все паромы, пересадки, стыковки и все остальное. Несмотря на то, что часть команды летела самолетом, постепенно весь состав укомплектовывался. В какой-то момент появилось ощущение, что многие вопросы стали решаться сами собой. Возможно, количество усилий переросло в качество их реализации. Возникло чувство, что командная работа быстрее приближала общей долгожданной цели. Родственники относятся положительно. Поддерживают. И все за то, чтобы я участвовал в гонках. Мне нравится сама компания. Я очень восхищаюсь. Что у меня муж занимается гонками. Что у мужа круг друзей, которые занимаются гонками. Что есть возможность побывать в этом. Я не требовательна, потому что я понимаю, что все, что мы вкладываем, для меня это тоже путешествие. То есть мы путешествуем. Для нас это какие-то новые впечатления, новые мероприятия. Это тоже плюс. Я дискомфорта никакого не испытываю. Мне наоборот это очень нравится. Себе я, конечно, желаю терпения. А Даниле я желаю, чтобы все его цели были достигнуты. Должно быть хладнокровие. А если он будет аккуратен, соблюдать тактику, я думаю, что все будет хорошо. Особенным и незабываемым моментом стал российский флаг, впервые поднятый на грандстенде. Я спросил на техконтроле, сколько мотиков вообще. Он говорит, 400 мотоциклов гоночных. Ну, честно. У нас максимум было на РСБК, это в какой-то там год охренительный. Было 150 участников. Это мой новый друг Пьер из Парижа. У нас была совместная гонка в прошлом году в Имитре. Я участвовал в чемпионате РСБК, и я буду участвовать в гонках на Острове Мэн в этом году. Я рад встретить здесь этого русского парня. Вместе погоняем. Он быстрый гонщик. Желаю удачи. Еще одним из приятных моментов была встреча старого знакомого с Майк Хиллот Уикенда, который любезно согласился провести предварительный техосмотр накануне первого выезда. Это добавило уверенности, ведь даже мелкие недочеты, которые пришлось бы исправлять прямо перед заездом, могли бы сделать участие в гонке невозможным, из-за отсутствия времени на их устранение. Он сегодня у нас проверил все, все контровки, сказал «гуд байк». Было два маленьких у нас недочета. Единичка ему не понравилась, говорит, очень на семерку похожа. Короче, организаторы нашли в моем мотоцикле косяк. Ильичайшим. Теперь это по-английски. И говорит, оденьте хомут на фильтр на масляный, хотя он был законтрил. Каеновский нормальный фильтр с гайкой перфорированной. Нет, говорит, одевайте хомут, контрите, чтобы было все как у... Как у людей. И что-то еще какой-то был у него вопрос. Шплинт. Шплинт задней оси. Он сказал, что торчащие два конца надо стянуть вместе с пластиковым хомутиком все. И то же самое сделал со шпилькой транспондером. В принципе, полугодовая подготовка мотоцикла не прошла зря. Вопросов было в принципе немного. Сказали, что нельзя бухать, будут проверять. Причем нельзя не бухать, не употреблять энергетики и наркотики. Сказали, выберут из списка пятерых, проверят. Прошли регистрационные все действия, все техкомиссии, техконтроли. Получили необходимые все документы, бейджики, пломбы, наклейки. Остается одна ночь. И вот эти все переговоры, обсуждения, документы, все уже, все-таки кончилось. Дальше остается только то, что ты можешь реально на этой трассе. То, для чего ты приехал, то, что все ты представлял себе и думал, ты это можешь сделать. И это невероятно то, что этот шанс, он тебе все-таки предоставлен. Пойти и сделать это. И завтра у нас будет первая трек-сессия под контролем опытного ЭЦУ-тренера. Первый круг по острову Мэн, по трассе ТТ. И у тебя есть, по сути, все тебе дали один шанс. Ты должен проехать и завтра показать эту скорость. Если ты ее не покажешь, тебя не допустят никуда. Ни в квалификации, ни в практике, ни в гон. То есть, надо завтра собраться и просто сделать то, ради чего ты два года или даже больше, ради чего ты все это делал. Подготовка вся эта проводилась. Нетерпение было так велико, что команда с самого утра рвалась на официальный техосмотр раньше всего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Очень много времени потратили на подготовку, конечно. Красивое место. И хорошая команда. Ну, много народу, какой-то ажиотаж непонятный. Много иностранцев очень. Из разных совершенно стран. Мотик вроде норм. Новое сцепление. Сейчас надо прижечь колодки. Аккуратненько. Пиздер проверил. Сейчас по этой погоде будет самое то вообще. Вот то, что нужно. В других 600-ках кондах стоят звезды 16.43. А у нас 15.44. Немножко не та передатка. Но поскольку круг сейчас будет медленный, ничего страшного. Едем, звездочки поменяем. Хабска басной есть, звездочки есть. Проволока, плоскогубцы есть. Так что поменяем, будет все равно. Я прошел главного своего контролера, Макинус. Он мне, в общем, дал добро. Говорит, езжай, только аккуратно. Все нормально. Знает, говорит, русских, спидвейщиков. Да, теперь знает и русских дорожных гонщиков. Еще на брифингах всех новичков разбили на группы по 5 человек. И закрепили за опытными гонщиками. Цель первого круга – сохранять темп инструктора. Безопасно осмотреть трассу без отставаний и обгонов. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если дождик будет перенос, тут говорят, даже после дождика, когда заканчивается, быстро ветром все выдувает, все высыхает и можно опять хреначить. Субтитры делал DimaTorzok Ну и на следующий день. Оставалось только упорно продолжать изучать все повороты и терпеливо ждать. Дорожные гонки Они абсолютно непредсказуемы. И чтобы в них участвовать, ты должен быть готов к этому ментально. Дорожные гонки Несколько дней пропустили из-за тумана в горах и из-за мокрой погоды. Сегодня все будет сухо. Потренируемся. Из-за погодных условий сократилось и количество кругов каждой тренировки, чтобы все гонщики во всех классах успели проехать по горному курсу. Осознавая отсутствие достаточного опыта и большой риск, Данила старался безопасно пройти все тренировочные заезды. При этом ускориться и попасть в квалификационную засечку для допуска не только в гонку новичков, но и в следующую гонку юниоров. Для этого перед каждой тренировкой он внимательно продолжал изучать записи с бортовой камеры, планировал выбор передачи и скорость на участке. А затем на каждой тренировке он старался как можно точнее пройти сложные повороты, чтобы улучшить результаты. Сделали гиперзвуковой космический ремонт ручки. Нам сказали, сделай на конце пластиковый шарик. Мы сделали все. Все по правилам, по регламентам. Смотрели, 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 смотрели на это минут 10. Потом говорят, мы бы хотели на следующую сессию, чтобы вы купили новую ручку. Ну и пришлось поставить ручку фирмы Golden Dragon с Алика. Все, поставили ее, они возрадовались, наклеили нам наклейку очередную. Ждем двух часов и поедем гасить за всех наших. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На некоторых прямых, как же так, держал там 1013 оборотов. Надо в 15 уходить. Визор чистый после мутюля. Ни одного комара не осталось. Я сейчас наклею пленку. И завтра буду этим мутюлем уже мыть комаров, отмывать от пленки. Короче, камни летят, они прям, трасса опасная, но большая ее часть очень кайковая. Я доволен. Сегодня много было тренировочек. Много мест, где едешь быстро. Есть возможность заходить по разным траекториям. Есть участки для обгона хорошие. Есть места, где есть отрыв обоих колес. Желательно снять это все на онборд-камеру и посмотреть разницу между онборд-камерой и людей, которые едут 19 минут. Посмотреть, где я что не так делаю. На следующих трек-сессиях, которые будут на неделе, просто внести вот эти изменения. Надо что-то, от чего отталкиваться. Я уверен, соперники, многие тоже будут проводить определенную работу. Проще гораздо работать тем, кто в команде. Потому что у них есть тренер, который знает, что конкретно делать надо. Он ставит задачи, он ставит план на каждый их выезд. И задача пилота просто выполнять определенные рекомендации. Моя задача будет немного сложнее, потому что мне надо будет, помимо того, что проехать это все, мне надо будет самому себе эти задачи поставить. Проанализировав свой же пилотаж. Постараться сделать это безопасно. На онбордах вообще не кажется, да, что здесь идет опуск такой у дороги. Думаешь, ну, дорога и дорога. Вот здесь такой прыжок жесточайший на люке на каком-то перед торможением. Не надо думать, что эту трассу можно выучить по онбордам, по камерам, по записям. Или просто проезжает курс на машине, нифига ты не выучишь. Тебе нужно понять, как ты со скорости идешь туда, вот типа, прочувствовать должен на себе. Вот это очень много времени здесь. Секунды, две я здесь теряю, вот просто вот на этом участке. Хотя он простой и медленный. Вот, после первого этого круга будет перерывчик на обед, а вечером можно будет еще потренироваться пару кружочков. Все, после этого сделаем тесты замеров скорости на питлейне. Ну и будем как бы уже смотреть по мотоциклу, что там. Специальный брифинг проводится на питлейне для отработки навыков до заправки мотоцикла. С учетом всех мер противопожарной безопасности. После брифинга в свободном режиме любая команда могла самостоятельно потренироваться заправлять мотоцикл с минимальным временем. Скоростной регламент на питлейне ограничивает максимально допустимую скорость 60 км в час. Тренировка полезна и здесь, потому что превышение даже на одну десятую наказывается штрафным временем. Домой, 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 домой. Один раз. Все, уже закончили. Погода на первую гонку новичков New Commerce A выдалась солнечной. Горный курс был практически сухой. Радостное волнение нарастало с каждой минуты, просто от осознания происходящего. Но и напряжение чувствовалось во всем. Музыка. Горный курс. Горный курс. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 и получить допуск ко второй гонке Junior GP. После получения допуска на гонку юниоров нужно было пройти очередной техосмотр мотоцикла и настроиться на гонку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первым финишем в истории Поздравляем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стартовав 74-й позиции, Данила финишировал 60-м. Поднявшись на 14 пунктов в гонке, уже можно считать хорошим результатом. Но все-таки более ценным оказался сам факт финиша. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Берегите себя Любой результат состоит из того объема сил и труда, сколько в него вложено. Нужно не бояться ставить самые головокружительные и самые амбициозные цели и приложить все возможные усилия для их достижения. Надо просто верить в себя и начать движение к своим целям. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok